Аравина, я, ну, как бы сегодня так, именно в эту сферу слова, я увидел, что это две вещи, которые объединяют настоящую церковь и Израиль. Это вот эта непримиримость, нетолерантность, неуступчивость, потому что Израиль, он такой тоже, да, вот он не идет на компромисс, очень тяжело. Именно вот, понятно, что политики бывают, там начинают какие-то компромиссы лепить, но в основном евреи, то есть вот это вот священство еврейское, они не приемлют, что кому-то отдавать свои земли, даже ради мира, то есть они готовы к войне. И, ну да, в общем, интересные события, начиная ни с того ни с сего, сижу вчера дома вечером, и мне за экуменизм, бац, упало. Ну, я, ну, такие бывают моменты, когда, понимаешь, надо записать. И, ну, кто-то читал, я зачитаю, я увидел, как вот белый змей экуменизма, белый змей, огромный. Если пацифизм, это такая собака, собака злая, то экуменизм, это уже лев разъяренный, то есть, ну, в соотношении. Белый змей экуменизма – один из опаснейших врагов церкви сегодня. Недооценка опасности этого врага грозит церкви потерей своего вечного призвания в этом поколении. Тем не менее, все чаще я вижу, как этот змей хитро вползает в наши ряды, как, на первый взгляд, очень мудрыми, в кавычках, цитатами и учениями скрывается этот смертоносный яд. К сожалению, яд этот начинает действовать не сразу, и потому распознать его очень сложно. Он может показаться даже некой глубокой мудростью старцев. Именно такая вот формулировка пришла – глубокая мудрость старцев, жизненная. Но последствием этого будет гремучая смесь ереси с истиной, результатом чего всегда будет заблуждение. Если взять полстакана чистой воды и добавить туда мазута, полстакана, получится грязь. То есть чистая вода не сможет вытеснить. Результатом смеси ереси с истиной всегда будет заблуждение. Господь в своем слове четко дал понять нам свое отношение к экуменизму, терпимости и толерантности. Не преклоняйтесь под чужой ермос неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? И какая совместимость храма Божьего с идлами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и делитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, и дочерьми, говорит Господь Сидержитель. Второй Коринфянам, шестая глава. И я записал, и как бы пошел. А утром сегодня пошло развиваться. То есть, хотя этой темы я лично ее не исследовал никогда специально, и вообще сильно не интересовался. Но Господь стал наполнять пониманием этой темы. И вдруг, придя домой сегодня после зала тренажерного, получив все эти откровения, я узнаю, что 16 ноября – это день терпимости. Вы знаете, какое совпадение? Всемирный день терпимости. Он был учрежден ЮНЕСКО в 90-х годах. То есть, что это такое? Значит, толерант, всех принимаем, всех любим, все религии хороши, все гомики, не гомики, все хорошо, все, у каждого свое кино. Но всех мы любим, забираем, принимаем. И я понял, что таких совпадений быть не может, чтобы вот так вот в этот день, начинает Господь говорить за экуменизм. То есть, сам по себе экуменизм… Закройте двери, пожалуйста. Сережа, сам по себе экуменизм, он, если эту википедию открыть, то там написано, это стремление объединить все церкви в одно. Как бы все христианские религии, конфессии, соединить в одно, но это ширма для этого духа. Это очень интересно, как Рома открывает окно. Все там прямо. Меньше это, мазаться на Сереже благовониями, тогда и окно открывать не придется. Нет, просто мне, например, неприятно запах какой-то другой. Человеку мне неприятный запах. А нам неприятно нюхать специи. Так что ты, как бы, если мажешься, в коридорчике тогда находись. То есть, день экуменизм. Объединение, как бы, церквей, христианских всех веток в одно. Но даже сами, я почитал, что говорят за это даже сами православные многие. Они говорят, что это объединение ересей всевозможных. В одну такую большую ересь. Поэтому есть тоже там свои противники и поклонники, противники. Но что это для нас? То есть, я увидел, что это как огромный питон такой, здоровенный, который гипнотизирует вначале, а потом проглатывает полностью. Полностью, живьем. И я увидел, что проглатывает он не каких-то отдельных людей, а целые динаминации христианские, церковные. Куда? И поглотил их. То есть, полностью. Почему очень, мне кажется, важно быть вне динаминации союзов? Потому что, если мы принадлежим какому-то союзу, то если в этот союз попадает какая-то ересь, как в тело. Вот ты в себе впрыснул в ВИЧ, попал куда-то чуть-чуть, и он пошел во все тело. Если какая-то ересь заходит в союз, динаминацию, она идет во всех, кто там в это учение крещен, погружен. Поэтому, я думаю, это нормально, что каждая церковь поместная, она может развиваться самостоятельно, при этом иметь отношения, общаться, дружить с другими. Но не создавая какие-то структуры, где все под общий знаменатель подведено. Мы верим. Первое, двенадцатая, двадцать пятая. Если ты в это не веришь, пошел вон из нашего союза. Вот так вот. Поэтому он проглатывает целые динаминации. Фарисейство и религия – это плод отравления этим духом. То есть, все такое фарисейство, лицемерие, он сказал, да? То есть, закваска фарисейская – это лицемерие. И религия – это как бы иметь вид, но не иметь силы. И вот этот дух экуминизма, вообще я услышал такие вещи, что, тоже их записывал, что самые страшные демонические духи ходят в рясах, церковных одеждах, святости. То есть, они не ходят как черти, слюнявые, волосатые, мерзкие, рогатые. Они ходят прилично одетые, выглядящие как ангел света. Самые сильные демоны меньше всего похожи на демонов. Вот в чем их коварство. Они выглядят как что-то такое правильное. Потому что если взять, посмотреть, ну что же экуминизм плохого-то желает. Они желают единства, любви, принятия, согласия. Чтобы вот все мы приняли друг друга такие, как есть, со всем, что есть. Вот в этом любовь будет явлена. Но в слове мы видим какие-то другие вещи, которые говорит Господь. И суть какая? Этот дух потихонечку пропихивает наряду с истиной ересь. Знаете, вот как вот стакан чуть-чуть сюда раз – яду капнул. То есть, это же не стакан яда. Это стакан чая, но уже чуть-чуть траванутый такой. Потом еще чуть-чуть. И так по чуть-чуть, пока это станет отравой уже. Если выпить его, ты отравляешься. То есть, он пропихивает то, что противно слову. Почему сегодня важно слово долбить, 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 копать, 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 пропускать через себя. Потому что, когда ты слышишь эту чушу коммунистическую, вот это вот то, что толкает от дух, даже устами таких вроде умудренных жизнью людей. И это выглядит такой высокой моралью и мудростью, то, что они говорят. Но слово сразу поднимается и судит это. И говорит, это не так. Это имеет вид доброты. Это такая напускная такая вот эта доброта, вроде бы как. Но слово говорит, нет никакого соглашения с этим. Нет. Только тот, кто исповедует, что Иисус Господь будет спасен. Нету никаких других путей, вариантов. А экуминист постепенно подводит к тому, что, в принципе-то, и религии все неплохи. И, в принципе-то, и Бог не только у вас, а Бог еще там. И не только Иисус. Вот главная его цель, что не только Иисус. То есть, сдвинуть Иисуса, что это единственный путь ко спасению. Нет другого имени под небом. То есть, слово, оно очень нетолерантно к другим религиям. К другим религиям Господь сказал, Боги других народов – ничто. Все. Ой, наш Бог, Он тоже. И у нас такой же, как у вас. И у нас есть о чем поговорить. Знаете, вот мы так говорим иногда за православный. Там столько... Вообще, вот сейчас дочка изучает историю в школе в шестом классе. И, конечно, весь дом изучает все, что она изучает. Что все это в интернете, жена сидит все это, и мне это все рассказывает. То есть, как христианство заехало в Киевскую Русь. То есть, цари всегда, вот когда мы были в славянском, вот эти, они поклонялись богам публично. Они спонсировали эти все, ну, вот эти жертвенники, перуны, пердуны, все вот эти вот свароги. То есть, все вот это... Царь там первый всегда поклонялся и обеспечивал, финансировал эти все, как их называть, культы. И потом, когда нужен был союз военный, политический, они приняли христианство. Но ребят-то безработных сколько останется, если закрыть все эти лавочки. Поэтому они быстро переквалифицировались в христианский манер. И, например, получилось православие. Все, вот откуда корни-то. Все эти храмы, все эти... Все как бы таблички поменяли, а священники остались те же практически. И когда мы говорим, вот там тоже такую мудрость человек несет. Но если мы будем ориентироваться на мудрость, мы найдем достаточно мудрых, смиренных и таких, знаете, как для примера людей в исламе. Разве их там нету таких, что вот он тебе расскажет такую мудрость? И ты увидишь, у него такой смиренный человек, такой мудрый, такой правильный подход ко всему. Они есть в буддизме, в Кришне, да они в любой религии такие есть люди. Но это не значит, что они несут истину. Вот в чем проблема, что экуменизм говорит, все, что мудро от Бога, все, что вот такое кажется таким вот правильным от Бога, значит, там тоже Господь им тоже это все открывает. Но в итоге-то человек попадет в ад, если, ну, без Христа, как можно быть спасен, невозможно быть. Поэтому нам нужно слово, то есть слово, которое, если оно в нас живет, оно не позволит нас, знаете, как ты взял, стоп, стоп, стоп. И уже, да, чувствительный человек, он способен распознать нотки даже такого яда. Помните, как вот в фильмах там, это Шерлок Холмса, ага, миндаль пахнет, миндаль, ага, мышьяк, значит, там. То есть уже они там, по какому-то, что-то он там взял чуть-чуть, да, понятно, что там. А если мы не сведущие, конечно, мы можем глотать и говорить, да нормально все, тоже мудрость, о, шо, проповедует, тоже мудрые вещи. Кунг-фу этот, как он, кто кунг-фу это? Кунг-фу? Приду, Конфуций. Конфуций тоже там, Джеки Чан, да, Брюс Ли, тоже какие-то вещи несут. И вот можно цитату взять себе даже. И вот главный момент. Иеремия 48, 10 написано, проклято делает Господне дело небрежное, удерживает его меч от крови. То есть проклято удерживает его меч от крови. По сути, дух экуминизма, это его цель, удерживать меч Божий от крови. И он проклят поэтому. То есть все, что под этим духом, оно попадает под проклятие. Потому что этот пацифизм, он, да, он такая ручная собачка этого духа. Знаете, на поводочке у него ходит. Все, Бог... А Бог говорит, представляете, такие вещи, когда захватите, захватите, значит, Ерехон, всех, говорит, истребите, всех. Пусть не пощадит ваше око. Такой нетерпимый, нетолерантный вообще у нас Господь. И поэтому движимый этим духом уже пришли к выводу, что Бог Ветхого Завета, это не наш Бог, не Агапы. Потому что какая же там любовь, жестокость одна. Этот дух несет высокие по мирским понятиям ценности, но они противоречат слову и характеру Бога. Сегодня, когда я шел, еще до того, как эти откровения потекли, знаете, какая фраза внутри, она так пульсировала, вот как сердце. Я ее записал. У церкви и мира просто не может быть одинаковых ценностей. У церкви и мира не может быть одинаковых ценностей, потому что то, что высоко у людей, то, что ценится в мире, мерзость пред Богом. Луки 16, 15. То есть, если у нас и у мира одинаковые какие-то ценности, значит, что-то не так с миром или с церковью. То есть, если мы будем идти за истиной, мир всегда будет против. Практически всегда он будет противиться. Это было у Иисуса, это было у апостола. Причем не простые люди, а вот именно там, где власть, там, где позиции, фарисеи, цари, эти ироды и все прочее. Вот эта вся верхушка правящая. Это мир, то есть, экуминизм, это мир ценой компромисса с истиной. То есть, мы закрываем глаза на какие-то вещи, которые мы знаем противоречат истине Божьей, но зато мир. Зато мы, как бы, вроде в единстве каком-то. Вроде приняли, какие есть. Этот дух сгубил Саула. Вы помните, когда он пощадил этого Агага, пощадил там этих овец? И в первом царстве, 15 главе. И ему пророк говорит, ты что наделал? Вот теперь Господь у тебя забрал царство. И что сказал? Помните, Саул сказал? Я боялся народа. То есть, страх это движимая сила экуминизма. Почему христиане сегодня лезут вот в эти все союзы там, знаете, вот здесь все украинский, всероссийский союз религий. Там все и мулы сидят, и пастора, и батюшки, и тетушки. Вот вся вот эта. Почему они туда лезут? Из-за страха. Потому что пока ты там, ты под защитой. Как только ты не там, они говорят, а, ты, значит, против. Значит, ты экстремист какой-то. Значит, а ты разжигаешь рознь межнациональную, религиозную. Вы что, там вроде бы слава молитесь? Статья. Вы что, не принимаете вот эту религию? Статья. И сейчас законы будут приниматься такие, чтобы истинную церковь поставить в такую вот позицию, что она как экстремистская организация будет считаться. Из-за того, что вы не хотите мира, вы что, хотите войны, вы хотите разделения, вы хотите... Сегодня уже там пацан зашел в православный храм покемонов ловить, ему срок, срок тюремный. Ну, вот игра у него там, я не знаю, как-то это... То есть он разжигание религиозной розни получить. И поэтому страх он движет людей в экуменизм. То есть давайте лучше, ладно, там, ну, закроем мы глаза, что там Петя любит Васю, да? Ладно, за то, что в мире будем, чтобы нас в суд не подал никто. И будем под защитой, нас не тронут. Езекию этот дух сгубил. 4-я царств, 20-я глава, когда он Вавилоном закарифанился и все им показал, помните, а это враг вообще, какие с ним могут быть союзы и соглашения. Ему пророк сказал, все, что открыл, они придут и заберут. То есть вот она цель, обворовать. Валаам этот дух сгубил. Ведь Валаам был божий пророк. Божий пророк. Но он знал и все равно пошел, понимаешь? Все равно, может, боялся царя отчасти, что царь ему секир башку сделает, если он не пойдет. Может, мзду, да? Слово, говорит, обольстился мздой. Но он пошел на этот компромисс. И я верю, что и к падению Соломона этот дух также причастен. То есть, когда Соломон пошел заключать эти союзы с царями, брать жен и, в конце концов, поклонялся их богам у себя в Израиле. Этот дух, да, он гипнотизирует и проглатывает. Проглатывает целиком. Иисус сказал, в Писании сказано, дружба с миром – это вражда против Бога. И Отец никогда не пойдет на компромисс с истиной. Поэтому Иисус, Отец же мог бы сказать, да ладно, не надо Иисус страдать, я их и так прощу всех. Да что такое? Но он истинно. Он не может отречься с себя. Поэтому Ишуа заплатил высокую цену, чтобы поистине оправдать и искупить нас. Да, это несправедливо, но это поистине было сделано. Поэтому как бы, знаете, мы… Ну, вот он такой же хороший, этот вот, ну, он поклоняется только Богу, не тому. Ну, такой же хороший, такой же, все, что как у нас почти, Рома. Он как, ну, как же, он почти те же слова говорит, что в Библии, но только там вместо Иисуса, там какой-нибудь брам-бам-бом какой-то, да, бом-бим-бом. Как он гильдон. Ну, он же такой же хороший. Вот Бог на компромисс с истиной не идет. Отвергнувшие сына отвергли отца. Все. Кто не принял Иисуса Христа, он отверг отца, как он может быть с ним в контакте. Нет, этого не может быть. Да, отец стучится и к мусульманам, и к православным, и к буддистам, и к протестантам уже, к сожалению, приходится говорить. Тоже стучится. То есть, он стучится, он говорит к этим людям. Но если человек отвергает Христа, он отвергает спасение свое. Спасение свое. Потому что другого имени нет. Это то, что отличает нас от всех религий. Что мы нетерпимы и нетолерантны. Мы говорим только в Иисусе спасение. Почему вот так решили? Так в Библии написано. Ну, Бог же... Нет, если вот это неправда, значит все неправда. Если это часть правды, значит все неправда. Но это истина, это полнота. То есть, то, что он сказал нам в слове. Одно дело, да, вот смотрите, как это... Одно дело согрешить и покаяться. Признать свою вину. Бороться со грехом. Бороться с какой-то немощью, с проблемой своей жизни. Но другое дело пытаться узаконить это и представлять это как приемлемое для Бога. То есть, найти какие-то оправдания, чтобы сказать, вроде бы как, знаешь, и Бог такой же. Вроде бы как... Да все нормально, ладно. За эту... Зацепило так меня за Диму. Дима... Что я не могу мысль связать. Хестер выложил на YouTube. Видели? Что там уже начали путать жену Диму с другой личностью. И Дима, говорит, пришлось записать видео, чтобы люди видели, кто его жена вообще. И... И там, значит, я зашел посмотреть свидетельство Хестер и комментарии. Комментарии. И там один комментарий был. Вот, значит, вы там такие-сякие штаны носите, сестры. Где покрытые головы? Почему краситесь? И имя того, кто написал это, грешница. Имя. Грешница. То есть... Вот есть такое слово, я читал на днях, смотрите. Немножко отступление от этого. От основной темы. Смотрите. Агей, да? Агей. А ну-ка, 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 подождите. Агей, подождите. Или не Агей? Сейчас, 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 сейчас. А, Сафония. Сафония. Первая глава, смотрите. И будет... 12 стих. И будет в тот день я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих. И говорят... Подождите, это не то. Это не то. Один... Один девять. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог. Догонов. Из-за догонов. Какого догона? Которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. То есть, у людей была вера, что надо, нельзя на порог наступать. Знаете, вот такое вот. Надо именно вот переш... То есть, вот наступил на палочку, все, как бы плохая примета. То есть, и когда я это читал, я услышал такое, смотрите, что... То есть, прыгать через порог нельзя, но наполнять насилием дом Бога, это нормально. То есть, за что и Господь. Да, вы такую какую-то фигню соблюдаете, а верблюда, да, комара отсаживаете, верблюда... Да, да, помнишь, вы даете десятину с тмина? Что такое тмина? Я видел такую... Мелочь, да, такая. А, говорит, важнейшее оставили. То есть, это вот псевдосвятость такая. Псевдо такая. Вот у вас, значит, мне говорят, Сережка, это самая большая проблема в моей жизни. Я бы ее снял, и все, у меня проблем не было никаких. То есть, проблема в чем? Когда мы начинаем узаканивать и представлять какие-то грехи, немощи и проблемы, что они приемлемы для Бога, это нормально, все хорошо. Бог не такой, как мы, это правда. Соединяя истину с ересью, этот дух постепенно вытесняет истину, заменяя ее ересью, и в итоге нам остается одно объединение ересей и лжеучений. Почему? Религия. Откуда она взялась? Вот так вот, по чуть-чуть, постепенно. То есть, мы боролись, 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 потом что-то получили, что-то достигли, и думаем, слушай, ну это уже есть что терять, правда? Когда не было что терять, как-то и не страшно терять, да? Когда мы, я люблю этот пример, когда, я не говорю имена, но я рассказываю, у нас есть брат в церкви, который больше всех ратует, чтобы мы все продали и жили вместе. И у него особо продавать нечего. Поэтому он ратует. И, я говорю, когда действительно, ну, как бы нечего особо, ты, конечно, да ладно, да. А когда уже есть что, а, страх приходит это потерять. И ты думаешь, да ладно, ну его эту духовную войну, это все, это апостольство, все это, ну и вот, давайте куда-то тихонечко вольемся в какую-нибудь структуру, и будем там, ну, не течь, но хотя бы, так как, преть сидеть. Преть. Потихонечку. Зато тихо, зато все спокойно, зато мы под защитой, зато у нас покров, зато никто нас не трогает. Власти к нам благосклонны, потому что кто? У нас епископ с ними чай пьет раз в полгода. И мы говорим, у нас, наш, вот он там с ними договаривается, нас не тронут. А если мы такие, да нет, только один Иисус, все остальное ничто. Эти боги-идолы. И они падут, и мы молимся, чтобы пали все боги, один Иисус был во всем. Они, да-да-да, ребята, экстремисты, а ну-ка сейчас к ответу. Вначале штраф, потом конфискация, потом в лучшем случае депортация, или привет это, да, тюремное служение. Знаешь, да, такие братья по старой жизни отсидели, там, за преступление, а потом еще за веру заехали. А может, кого-то Господь и готовил, да? Чтобы ты уже заезжал и знал, как себя там вести. Итак, подзаканчиваем. То есть, вот почему этот дух экуминизма, его можно назвать по-другому, может, это не так принципиально, но вот о чем речь. Он ненавидит пророческое служение. Он ненавидит пророческое служение, потому что пророки бомбят этот фальшивый мир. Всегда это было. А вы говорите, мир, 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 а нету мира нечестивых. Нету мира, когда жена Изавель правит. Нету мира, не может быть мира. И они говорят, заткнуть его, убить, выгнать, закопать, чтобы не слышно было. Они бомбят этот фальшивый мир и вытаскивают наружу вот эту мерзость, которая там под вот этим напускной святостью сидела. Вот такое оно, такое все красивое, святое. Все, я же за вас забочусь. Вы помните об этом, да? Вы же знаете, что я ваших интересах. Если что, вы ко мне обращайтесь, я прикрою. И вдруг, да, вот в этом вот, а там мерзость сидит, там демонюга сидит в этой вот маске святости, такое вот священство. И пророки это вытаскивают наружу. То есть, и мы увидим, как, ну, то есть, зверь вырывается из этих вот всяких воротничков, кадил, крестов, то есть там зверюга, оказывается, сидит. И он, ну, убить, выбросить его, убрать глаз. И, конечно, этот дух всеми силами будет противостоять духовной войне. То есть, естественно, там, где духовная война, там его быстро разоблачают, и, ну, все, ему там делать нечего. Вообще, пацифизм он против войны, куминист против всяких разногласий. Давайте сядемся. Видели, как когда-то вот драка такая, хорошая драка, два мужика дерутся. Один бегает, ой, ребята, не надо, ой, ребята, ну, что вы, ну, ребята, ну, не надо. То есть, этот дух всегда будет, вот, да нет, давайте сядем поговорим, давайте договоримся, компромисс политика. То есть, этот дух, что он будет делать? Он не такой безобидный, он будет натравливать политические власти на истинную церковь. То есть, я увидел это то, что будет происходить в будущем. Этот дух будет натравливать политические власти, полицию, причем подзадоренный фарисеями современными, протестантскими, которые, знаете, давным-давно, ну, порядка, может, 7-8 лет, вполне серьезно, я так говорю, я не жалею, что попал на пастырские все эти закулисья. Я был на одной пастырской встрече, где вполне серьезно обсуждался такой проект создания церковной полиции. То есть, они говорят, мы должны создать, протестанты, харизматы, мы должны создать такой совет городской. Представитель от нашего совета будет общаться с Советом по делам религии, тогда еще был при Украине. То есть, орган, который контролировал все вот общины, церкви религиозные. И мы будем говорить, кому давать регистрацию, а кому нет. Кого закрыть, а кого нет. То есть, вполне серьезно это обсуждалось, ну, тогда пороху не хватило это все сделать. Но это могут сделать, когда фарисеи, они будут показывать Иродам и Пилатам, кого распять, кого убить. Вот это вот, вот это Ироды, да я ничего не понимаю в этом вообще всей этой религии. Мы сейчас расскажем. Значит, вот этот плохой, вот это хороший. Вот этому дать землю, и зал, и зал, чтобы построил. А вот этого вышвырнуть, чтобы нигде не было вообще его видно и слышно. Все, закрыть, убрать. Поэтому этот дух будет натравливать политические власти на истинную церковь, обвиняя ее в нетерпимости и разжигании розни. И все. Все. Это апостольский вот формат, который был тогда, ничего не изменилось. Да, нет ничего нового. То есть, по сути, это экуменизм, это платформа для прихода Антихриста. Вот как мы сегодня в Хаиле общались. По сути, Антихрист, он будет объединять и религии, и мир, и страны, и все соединит в одно. Давайте, ребята, жить дружно. Ну, экуменизм, это не Леопольд, конечно. Но идея приблизительно, а кто не хочет жить дружно, мы их убьем. Да. Да. Ах, ты не хочешь жить в любви, Слава, тогда мы тебя убьем. Да. Уничтожен. То есть, приблизительно так где-то. То есть, это готовящаяся платформа. И если мы думаем, что христианская церковь будет против Антихриста, то мы ошибаемся, потому что он через церковь и придет. Израиль и церковь, они ему помогут, движимые этим духом, прийти. Но будет и то, что будет противостоять, и у нас их хорошее обетование. Хотя этот зверь будет долбить и убивать, народ Божий только усилится от этого. И начнет действовать. Вот так. Поэтому я не знаю, чем это все закончится, но вполне возможно у нас будут встречи. Вполне возможно нам будут давать понять скоро, что, ребята, или ведите себя потише. Потому что мы это все публично на YouTube выкладываем. Нас найти легко, мы нигде не скрываемся. И в конце концов придет момент, когда начнут замечать такие вот церкви. И им поставят условия. Или-или. Или мы вас просто будем вне закона, объявим вас террористической организацией и все. Что вы тут как бы экстремист какой-то, там что-то разрушать собрались, воевать. Знаете, это же тоже может быть истолковано по-разному. Когда мы говорим, подними армию, пусть рушатся, там падают другие боги. Что вроде мы какую-то священную джихад там объявляем. Ты же не объясняешь, там духовная война, и мы не в плоти мечей навешали уже, гранаты. Что-то, ребята, у вас там такое затевается. Вот так. Сегодня рассказали, что, допустим, в той же Башкирии, у нас Крым еще на особом счету, но там настолько все жестко, что если... То есть власти иногда приезжают неожиданно в офис церковный. И если там, а не обыск делают, то есть вполне... То есть такой обыск. И если находят какую-то литературу, которая не проштампована, там местная религиозная организация, номер регистрации, это штраф. Это штраф и, ну, санкции за книжечку любую, которая там не промаркирована как-то. То есть сегодня выложить видео мы выкладываем, в принципе. Они обязаны, видели, вот кто выкладывает, местная религиозная, там, организация такая-то, такая-то. Они обязаны выложить свои данные все, что они имеют право этим всем заниматься. Поэтому мы как-то вообще очень тут долго находимся сокрытыми. Или я там у потока где-то на три года Господь его спрятал, и никто его найти не мог, по всем странам его обыскались. Поэтому, ну, что нам делать? Ну, не прятаться же, не эти, как сказать, шифроваться уж настолько явно. Будем жить. Господь, если допустит каким-то нам подвергнуться репрессиям, значит, будем терпеть и проходить. Если еще продлится время благоприятное, будем радоваться и пользоваться благом. Вот и все. Интересно. Я сейчас ехал же, когда на служении в пробке стоял. И машина передо мной, амарок, ну, фольксваген вот этот больше. И там наклейка вот эта, знаете, у славянских вот этих вот язычников. Такие вот, ну, похожие немножко, у тебя, наверное, с кем. Но она такая какая-то витиеватая, там, ну, такая руна такая-то. Ну, как свастика, но не свастика. Ну, да, да, есть. Крестообразная. Она называется свастикой. Ну, да, ну, я так, и смотрю, и мне наклейка еще рыбы, я думаю, может, это еще связано с запахом рыбы, который я тут чувствовал сначала. Ну, реально, как будто запах рыбы, будто кто-то с рыбалки, знаете, привез там что-то там, или сидел там в дорогу. А что интересно? Ну, я просто думал, и потом поворачиваю голову, и на встречку идет тоже в машине дядька едет, и у него только длинный хвост, вот как, знаешь, вот как стрягутся, вот как ты сейчас стрягуешься. Да, и свастика, и хвост. Да, вообще, ну, ты их просто, видно, на живца, на живца, на живца, конечно. На живца. Ну, карпа сейчас будет, почти. Ну, интересно, я думаю, ну, так, во время хвалы просто у меня это размышляло, я забыл, что ты на эту тему будешь говорить, честно говоря. А потом уже, когда в процессе, я понимаю, что не случайно это все. Я так размышлял, тоже по новостям крутят рекламы. Помните? Нет, понятно. Короче, строится храм, главный, главный храм военных войск. Ну, короче, войск. Войсковой главный храм, короче, православный в России. Там прожертвования собирают. Ну, такой он реально похож, как будто там эти купола могут открываться, а тут ракеты летают, знаешь. Ну, такой какой-то у него проект. А я слышал, что батюшек готовят парашютистов. Ну, все, быстро. Их, короче, типа скидывают самолеты, и у них надувные церкви. Уже сразу скинули, надули, и там покрестили, да, на воду. Попротили сразу. Я не знаю, ты когда говорил, что в Стерлитамахе там была такая обстановка, что проверяют и все. А ты еще, когда ты в тем, как ехал, мне Господь сказал, что там будет пробуждение. Оно будет немаленькое, оно оттуда пойдет, ну, таким, в томом, просто. На любое, да. Мысль чего хотел довести, просто, ну, еще вспомнил вот этот мультфильм «Князь Владимир», помните? Там как бы тема тоже, там, за православие, как оно возникло, там, язычники плохие, там, эти перуны, там, и все такое. И в то же время, дедушка, который помогал этому мальчику, который верил в рода, короче, в природу. То есть вот этот момент, природа, Серега, кстати, поменяю себе слоган, там, в авито. Это я так же, просто, природа рулит, написал, обрезку деревьев. Ну, я там, может, это ты сам смотришь. Просто я смотрю, что вот эта тема, она может заплестись вообще с православием. Сейчас поднимается православие в каком плане? Языческое, славянское. Да, единоборство православное. Я думал, что там такое? Посмотреть, думаю. Короче, батюшка с крестом, на него там 10 человек нападает, он, типа, силой креста машет, они там, ааа, падают, там, отлетают. Крестишь, крестишь меч, да? Он же, знаешь, тоже, там. Как воин, сварок, то есть языческий, тоже славянский, вот этот вот, он там, кузнечный. То есть, а кузнецы, они же открывали орудия, как бы, он как покровительство. Вот видишь, оно сейчас, я спросил башкири, они сказали, стали возрождать местных, вот всех богов, вот этих башкирских, вот этих всех, которых не слышно было. То есть, оно везде сейчас поднимается, за то, что Бог говорил, да эти все древние духи, они уже полезли, везде свои, они полезли. Давайте помолимся сейчас, и потом еще пообщаемся. Людер написал, помолиться просил, у нее там опять жесть началась, там, свеч открылся, короче, копчик, вот этот свечек отмолился. Людер, 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 все отмолился. Господь, ты открываешь, и не вещи, и не для информации. И мы молимся, Господь, чтобы твой меч в большой тяжелой кремке, он поразил дух экуменизма в нашей среде, среде церкви. Мы молимся, чтобы эта змея перестала пожирать церкви, пожирать твой народ. Мы призываем твой суд, мы призываем твой суд, мы призываем твой суд, мы призываем твой суд, мы призываем твой суд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok